Всем привет, я Нокс. Это завтрак уходного дня. Продолжаю искать работу и отдыхать. Совмещаю, да? Несовместимая. Сегодня у меня вот такая вот чудная шаурма. И что только тут нет. Редька, которая сейчас продается везде. Арбузная она называется. Потом морковка, редиска, репка. В качестве мясной составляющей это люля-кебаб. Он прекрасный. Я видео-шорс выложу, посмотрите. И капуста. Соусы у меня майонезные, шашлычные, сырные и горчица. Вот, в общем, такое вот чудное. И плюс зелененький веселый шпинат. Вчера была в Ашане, купила. Салатик, как обычно. Пекинская капуста, помидоры. Сейчас у меня период такой вот это все есть. А, заправка, бальзамический уксус, масло. И соль, чуть-чуть кунжута и льняное семя. Лук свой, который вырастила. Сейчас очень тоже люблю добавлять семя в салат льняное. Это прям вкусно. Тут вот спряталась запрещенка. Это у меня просто хорошее подбодрение себя. Очень вкусные конфеты. Сейчас подсела на трюфеля. Мне вот худеть надо, а я ем трюфеля. Но все считаем калории, все правильно. Пью кофе с цикорием. Кофе там чуть-чуть. Это так, для вкуса. И чай мой любимый, всякий, собранный из всего. Вот. Что касается того, что я читаю. Сейчас меня интересно. Я буду досматривать читающий. Книжный чел называется канал. Там интервью с Галиной Юзефович. Книжного чела я тоже не очень люблю, как и Галину Юзефович. Не знаю, почему они мне не нравятся. Хотя вроде интересные у них бывают диалоги. Но я их смотрю. Как ежик, да? Который ел кактус, плакал и снова ел. Но тема интересная про искусственный интеллект. И вот как бы на основании этого я сейчас провожу некие изыскания книжные. Вот. Объясню сейчас, почему. Это у меня стишочки Нечаинка. И сравнитель взяла Анинского. Между ними такая большая временная пропасть. И мне будет интересно, какие темы интересовали. Нечаинка и Анинского. Вот. Кулинарный том взяла полистать сегодня. Немножечко поменьше всякого. Чуть давно не доставала их в свою серию листать. Буду ловить идеи. У меня куплена куча еды. Я вчера была в Ашане и сошла с ума. Скупила рыбу. И всё такое. И вот эту буду листать. Вот. Ну, так предполагаю, что на обед будет рыба с картошкой. Продолжаю читать в комьюнити Иванова. Вот. Со вчерашнего утра особо не продвинулась. Но сегодня буду читать. И надо взять дальше путешествие в Элевсин. Пока я не забыла, что было в первой части. А то всё-таки в комьюнити поинтереснее оказалось. Взяла вот такую раскраску. Да, она у меня валяется. Хочу немножко по разу украшивать. Купила вчера дешманские фломастеры за 30 рублей. Вот. И что касается искусственного интеллекта, который сейчас пишет книги, мне стало интересно. У меня долгий психологический какой-то кризис. Я не могу особо сейчас писать. Ну, максимум то, что я пишу книгу недельку. Это у меня есть в ВКонтакте и в Телеграме. Подходите. Приходите, подписывайтесь. Я смотрю кино и пишу свои впечатления об этом. А вот что-то посерьёзней. Я тут нашла свои старые записки. Я начинала там очень много всякого писать и забросила. Вот. Мне интересно. В интервью прозвучало мнение, что некоторые авторы могут использовать чат GPT для того, чтобы преодолеть писательский кризис. И вот мне интересно. Если я попробую, я смогу дальше писать? Или всё всё-таки в голове автора? Как вы думаете? Пишите свои ответы. Пишите, как ваши дела. Едите ли вы шаурму на завтрак? Бываете ли вы в Ашане? Исходите ли вы с ума? Если да, ставьте сердечко в комментарии. Посчитаем нас сумасшедших. Вот. Я, конечно, вчера там книжный отдел прошерстила. Там есть очень дешёвые книжки, романы за 60 рублей. И есть дорогущие книги, которые, например, Пелевин там стоил дешевле, чем я его купила. Но тоже дорого. Вот. Всем хорошего дня, вкусной еды и хороших впечатлений. Я вчера немного прогулялась. И, в общем-то, чувствую себя хорошо. Купила винник, кстати. Это меня сподвигнет, я думаю, к уборке. Всем пока-пока.